сегодня 3 апреля 2020 года приветствую всех в лондоне друзья я вечером вышла на прогулку и вот этот абсолютно пустой центр лондона без единой души где-то только единичные люди вот ходят когда все закрыто это все так за так как-то очень непривычно это бар пап магазинчики все но многие магазины они сохраняют в витринах цвет цвет работает во многих я хочу подойти к церквушке которая звонит восемь часов тишина это так непривычно и даже непонятно как на это реагировать как будто ты попал в какое-то непонятное я говорю кино по-другому это не назовешь горит свет почти везде люди по домам конечно практически все работают из дома только транспортники работают кто еще медицина полиция и кто связь обеспечивает вот пожалуй все но и кухонные рабочие кто в магазинах магазины работают еще то есть продавцы в магазинах и разная доставка но это по доставке здесь такая ситуация что онлайн уже супермаркета заказов у них столько что некоторые но многие сети они даже отключили сайты чтобы ну потому что у них просто нет возможности оказывать эту доставку на две-три недели вперед разбронированы слоты всем кафе уютненькие и все вино и все это закрыто просто невероятно вот там если вперед я пойду там более оживленная такая улица достаточно и там есть еще немножко какое-то движение но вот позади это буквально один квартал центральной такой улице и все замирает магазины одежды все закрыто есть тоже видите шведская что тот или шведиш шведские товары вот это невероятно пустой лондон по работе я общаюсь с разными с разными командами за рубежом в европе и сегодня общалась вот из португалии с коллегами они сказали что у них вообще все достаточно посвободнее у них тоже объявлен этот локдаун ну как бы закрытие но случаев заражения у них очень мало подтвержденных случаев и смертности маленькая очень них ниже чем там в испании в италии понятно и в здесь в англии в болгарии например с болгарами общалась они сказали что у них комендантский час даже введен и после девяти часов вечера то есть на улице можно выходить только до 9 после 9 комендантский час в эмиратах тоже с восьми вечера до шести утра из дома выходить вообще нельзя эмиратах они даже обрызгивают антибактериальными какими-то средствами которые убивают микробы видно дороги обрабатывают и вроде бы с воздуха опрыскивали поэтому объявляли что даже чтобы не выходили потому что это просто опасно вашего здоровья вот какие меры но в англии мне кажется здесь уже через недели три уже начнут все открываться потому что вот количество этих заражений она и подтвержденных смертей она не идет но не увеличивается по экспоненциальной скажем так кривой то есть нет такого увеличения уже более-менее ситуация стабильна и вот это то что вселяет во всех надежду и уверенность что скоро все уже закончится и начнет работать потому что в таком режиме просто это уже невозможно у многих уже начинается просто психологически такие моменты потому что правда это очень тяжело особенно вот семьи кто у кого семья большая и они все живут на небольшой площади и они постоянно сейчас 24 часа в сутки все дома то но это просто для них тяжело вот кто один живет им тяжело потому что им одиноко они потеряли круг общения такой живой и сейчас например здесь очень большая нагрузка ну как везде в мире на сети и вот интернет даже в некоторых сетях он или не работали где вот живет например много абонентов одной сети и за счет трафик все потребляют и снижается все чувствуют что жалуются что скорость низкая потому что особенно в рабочее время у всех совещания какие-то встречи переговоры они все виртуальные и все это происходит онлайн посредством видеосвязи да всем друзья желаю здоровья не болейте очень надеюсь что все скоро закончится уже что стран начнут потихонечку открываться потому что действительно таком режиме еще вот мы работаем моя компания мы работаем уже три недели даже чуть больше трех недель из дома и все уже просто ну и например я не могу дождаться когда мы опять вернемся к нормальному режиму работы потому что получается так что твоя вся жизнь это просто вот она как будто работа то есть вы просыпаетесь феррари смотрите какая красивенькая просыпаетесь сразу же начинается работа и потом целый день вы работаете обед у нас не фиксированный например то есть даже ты пошел поесть тебе кто-то начинает писать или звонить или уже беспокой там через интернет что-то кому-то надо это не так как в офисе у меня обед собрался и пошел и все видят что по твоему рабочему столу что ты пошел на обед а здесь так не получается и этот день он получается какой-то ненормированный и в общем я не могу дождаться когда снова начну ходить в офис и вернемся к нормальной жизни и вам всего доброго друзья желаю вернуться побыстрее к нормальной жизни какой бы вы стране не находились всем пока